Любите играть в GTA, но вечно не хватает денег на новые тачки и недвижимость? Тогда загляните в группу к Фасмилеру. Это отличная группа с недорогой прокачкой. Гораздо легче заплатить 100 рублей за прокачку в этой группе, чем сутки напролёт безвылазно фармить. Прокачка доступна как для пользователей ПК, так и для пользователей PS4. В общем, ссылка в описании. Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Ватман, и эту неделю на подиуме казино будет разыгрываться болид D-Class DR1. И это уже третий болид, который Rockstar позволяет нам выиграть бесплатно. Осталось дождаться только последнего, четвёртого бенефактора BR8, и будет полный комплект. И выставление на подиум этого транспортного средства является чем-то вроде намёка Rockstar о том, что мне пора доделать свои трассы для болидов и сделать по ним более точные замеры, чтобы подтвердить или опровергнуть информацию о том, в какой из них лучше. И, собственно, вот одно из изменений, добавленных в редактор гонок Rockstar. Болиды теперь можно использовать не только в специальных гонках для них, но и в обычных гонках наравне с другими автомобилями. На этих треках не будет питстопов, не будет отображаться индикатор состояния транспорта и не будут лопаться шины. Но передние крылья и спойлеры также будут жить своей жизнью и путешествовать по треку самостоятельно, если им не понравится манера вашего вождения. Так вот, в игре уже есть несколько треков для болидов, созданных разработчиками, и также есть возможность создавать свои треки, что мне было и нужно, чтобы сделать трассу для тестирования определенного параметра. У болидов этими тестируемыми параметрами являются максимальная скорость и разгон, причем разгон в большей степени. И по счастливой случайности, мой прямой трек от портовой зоны до горы Чилиад стал внезапно подходить для тестирования болидов. Причем его не нужно делать гонкой трансформации, чтобы замерить максимальную скорость этих транспортных средств. Поэтому в данном ролике мы не только выясним, какой болид быстрее, но и сравним время на финише со временем ранее протестированной техники из видео «Новый топ-10 быстрейших транспортных средств». О специально созданной трассе по тестированию разгона поговорим чуть позже. И первый трек прямо в Чилиад, это если что его название. В начале гонки все болиды используют интегрированные ускорения, чтобы не тратить время на пробуксовку, потому что разница на финише значительная. К примеру, Оцелот Р-88. Используя интегрированные ускорения на старте, он преодолевает трек за 2 минуты и почти 50 секунд. А если на старте немного прощёлкать клювом и трогаться без ускорения, то из-за пробуксовки тратится более секунды, и в итоге время на финише составляет 2 минуты и 51 секунду. Поскольку пробуксовка у болидов может немного отличаться по времени, мы исключим этот фактор, чтобы показать максимально точные результаты. И также у каждого из болидов есть вот такая таблица характеристик, показывающая влияние переднего и заднего крыла на прижимную силу. Перевод этим таблицам не требуется, поскольку в их шапке есть название болида, и все крылья расположены по порядку, как и в автомастерской. Единица – это значение крыла в стоке. Значение меньше единицы означает, что у машины будет меньше прижимная сила, но она будет чуть быстрее. А значение больше единицы означает, что машина будет лучше и легче управляться, но при этом будет медленней. Говоря медленней, я имею в виду именно максимальную скорость, потому что на разгон эти крылья никак не влияют. И полгода назад, когда в игре появились первые болиды Progen PR4 и Ocelot R88, я рекомендовал ставить крылья с показателем сцепления меньше единицы, поскольку на управляемости это почти никак не сказывалось, а максимальная скорость становилась выше. С добавлением в игру бенефактора BR8 и D-class DR1, Rockstar заметно усложнили влияние этих крыльев на поведение болиды на треке. Теперь, если на тот же Ocelot вы поставите переднее крыло с наименьшим значением прижимной силы, то есть вообще его уберёте, то на резких перепадах высот перед болида отправится во все тяжкие и преимущественно на взлёт. С Ocelot там вообще беда творится, он даже на стоке может отправиться в полёт. Поэтому, чтобы все болиды были в равных условиях, я каждому из них вернул стоковые передние и заднее крыло, оно же спойлер, и для себя я теперь всегда оставляю только сток. Это сохранит баланс управляемости и максимальной скорости. Но умельцы GTA, которые с утра до вечера проводят время исключительно на гонках болидов, конечно могут пользоваться этими таблицами и настраивать болид под себя. Также у болидов есть KERS, система рециркуляции кинетической энергии. В игре она представлена как дополнительная полоска под миникартой. Как и в жизни, заряжается при отпускании педали газа. Неважно, едете вы накатом, тормозите или стоите на месте. По тестам, проведённым ранее, мы выяснили, что активировать кекс нужно после разгона болида до 100 миль в час. Тогда прибавка к скорости будет максимальной. Поскольку на этом треке газ зажат постоянно, использовать кекс можно только один раз. И этот раз приходится на начало трека, когда болид уже набрал свою максималку. Ориентиром включения являются вторые авиаворота. Возможно, у игроков появится идея слегка отпускать газ на доли секунды, чтобы кекс заряжался. Но опять же, как я объяснял и проводил эксперименты ранее, на примере опрессора Mark II, такая методика не способствует улучшению времени на финише. И вот когда все тонкости тестирования объяснил, можно и заканчивать с первым треком, который болиды преодолели с разным временем. На стоковом варианте крыльев четвертое место у оцелота R88. Идентичное ему время показал проген PR4. То есть по максималке эти два болида в принципе равны. Как ни странно, но быстрее их на 2 секунды оказался D-класс DR1. И еще на 2 секунды быстрее проехал бенефактор BR8. Так что здесь безоговорочно победа присуждается бенефактору. Хотя на такой длинной дистанции разница 4 секунды не является сильно большим отрывом. А если сравнивать их время на таблице с другим протестированным транспортом, то мы увидим, что максималка болидов вовсе не делает их пригодными для покатушек по свободной сессии через всю карту. То есть проехаться конечно можно, но почти все спорткары и суперкары окажутся в таком заезде далеко впереди. А вообще на общей таблице они не то, что в топ 10 не попали, даже в топ 20 не вошли. А 3 из них даже в топ 30 не залезли. Вот такая вот правда о болидах в GTA Online. Максималка у них относительно других транспортных средств не ахти. Но среди всех болидов быстрее на данный момент бенефактор BR8. И переходим на специальную трассу для тестирования разгона. Конечно, Rockstar добавили в игру несколько треков. И покатавшись на них, я даже хотел взять один за основу. Потому что эти треки, особенно новые, добавленные с летним обновлением Summer Special, полностью подходят под тематику гонок на болидах. Но тестируя болиды на них, мы не сможем получить точных результатов, поскольку все треки смешанные. В них присутствуют как участки с поворотами, так и затяжные прямые. Или относительно прямые участки, что исказит данные этих болидов. Поэтому я специально создал трек, в котором нет затяжных прямых, чтобы болид, набрав свою максимальную скорость, уже сбрасывал ее практически до полной остановки, чтобы войти в резкий поворот. Сам трек несложный, даже Муся смогла его пройти. Я специально сделал такой, чтобы не допускать фатальных ошибок при прохождении. И победит здесь именно тот болид, у которого быстрее разгон. Так что, в принципе, все просто. Кстати, когда вы создаете такую трассу сами, то сможете выбирать конкретное количество кругов для прохождения. Начиная от одного круга и заканчивая 99-ю. Раньше на гонках болидов от Rockstar эти значения были ограничены 5-ю, 10-ю, 15-ю и так далее кругами. Возможно, сейчас их также можно сократить. Я же буду проезжать по 10 кругов на каждом из болидов. И в конце просто осмотреть лучший круг. Шины всегда будут жесткие, поскольку их настройка это дело индивидуальное. В принципе, как и с крыльями. По этим данным и будет объявлен лучший болид по характеристикам. Что касается использования системы KERS. Я намеренно не буду ей пользоваться ни на одном из болидов. Потому что момент активации этой системы у всех игроков происходит по-разному. Вернее, в разное время. Если я и заучу все повороты, где буду её активировать, то попросту скажется человеческий фактор. Где-то я активирую её чуть позже, где-то чуть раньше. А где-то вообще забуду включить. В итоге один из болидов сможет показать время лучше другого только из-за моей ошибки. Вернее, скорости реакции. Так что каждый тестируемый проходит все 10 кругов без использования KERS. Исключительно свои технические характеристики. А с KERS'ом, понятное дело, трек будет проходиться быстрее. По итогу 40 кругов и ещё 5 на Benefactory, чтобы подтвердить его показатели, расстановка мест оказалась следующей. На четвёртом месте вновь оказался Ocelot R88, проехавший трек за минуту и 31,5 секунду. На третьем месте расположился D-Class DR1. Тот самый, который бесплатно раздаётся на этой неделе или раздавался на момент выпуска этого видео. Его время практически идентичное Ocelot R88. На втором месте с заметным отрывом расположился Progen PR4. И на 0,3 доля секунды его смог опередить Benefactor BR8. На общей таблице видно, что если брать исключительно разгон, то одинаковое время показывают Ocelot R88 с D-Class DR1 и Progen PR4 с Benefactor BR8. Потому что показатели у этих пар болидов одинаковые. Но за счёт того, что у Benefactor чуть выше максимальная скорость, на треках от Rockstar он будет немного быстрее, потому что там как раз такие есть участки с длинными прямыми. Но чтобы этот болид не был имбой среди большой четвёрки, ему уменьшили угол поворота колёс. Конечно, можно сказать, что болид длиннее своих одноклассников, но мы-то знаем, что разработчик в GTA Online это царь и бог, который может даже такому жирафу подкрутить показатель управляемости. И угол поворота его колёс станет не хуже того же Progen. А Progen PR4 как раз таки обладает лучшей управляемостью в игре. Поэтому баланс соблюдён. Игрок на Progen будет отыгрывать время при более быстром прохождении поворотов, а игрок на Benefactor будет догонять его напрямых. А болиды D-Class и Ocelot, увы, аутсайдеры. Покупать их уже точно нет необходимости, а забрать из казино за даром можно. Тем более, что, как по мне, D-Class DR1 является самым красивым по внешности из болидов на данный момент. Я крутил колесо спустя 3 секунды после появления надписи в верхней части экрана и получил только прокачку опыта. Напишите в комментариях, какой тайминг был у вас и ваше мнение по поводу болидов. Будет интересно почитать. А у меня на этом всё. С вами был Ватман. До новых встреч. Пока-пока.